Китайская кухня 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 Да, здорово. Затем посолим. А имбирно-луковая вода подойдет? Или лук и имбирь, нарезанный кусочками? Да, конечно, пойдет. Затем хорошенько перемешаем, а вы пока включите огонь. Хорошо. Скипятите воду. Хорошо. Вода нам нужна, чтобы ошпарить рыбу. Да, если строго следовать рецепту, то мы должны были обжарить рыбу в масле. Да. Но мы же готовим дома, наливать ради этого полсковарды масло нерационально. Согласна. Поэтому мы ошпарим ее в кипятке. Вот так повар Цюй нам изменил рецепт со старого ресторанного на домашний. Так меньше хлопот. Спасибо за заботу. Ведь дома многие люди действительно боятся использовать слишком много масла. Верно. Поэтому можно не жарить масло, а просто ошпарить в кипятке. Точно. Но обжаривание масла придает приятный аромат. Да, придает, и рыба готова, получается. Остается только дождаться, когда белок под температурой схватится, и можно подавать к столу. То есть... Рыбу не нужно будет повторно готовить. Понятно. По традиционному рецепту это блюдо готовится очень быстро. Да, ладно. Теперь к рыбе добавим белок, чтобы мясо было более белым, более налитым. А также придадим рыбе дополнительный вкус. Точно. Добавляем крахмал. Да, добавим его. Чтобы защитить мясо, оно ведь у нас мелко нарезано. Все верно. Чтобы оно не развалилось. А еще, чтобы оно было более сочным и красивым. Вода уже закипела. Так. Можно сразу прямиком ошпаривать рыбу. Можно по рецепту томить, на огне ее нужно 20 минут. Хорошо, тогда мы подождем. 20 минут. Подождем. Хорошо. Рыбу мы подготовили. Вода закипела, но она не должна кипеть слишком сильно. Выкладываем рыбу в воду и даем ей повариться. Тут важны время и температура огня, правильно? Да. Мясо должно приготовиться. Вода должна закипеть в это время. Помешивать не нужно. Когда она начнет всплывать, надо снимать. Но такие маленькие кусочки рыбы должны быть быстро готовятся. Да. Буквально несколько мгновений. Да, очень быстро. Да. Когда оно станет белым и начнет всплывать. Уже начинает. Значит, почти готово и нужно переводить на слабый огонь и томить. А мы тем временем добавим соль в яйца и размешаем. А рыба тем временем пусть немного потомится. Так точно. Вначале размешаем яйца. Мы не мешаем рыбу, чтобы не повредить слой крахмала на ней. Именно. А то некоторые люди заметили, что вода едва закипела, сразу начинает помешивать. В результате весь белок с крахмалом сходит. Поэтому не нужно суетиться на кухне. Верно. Лишняя суета не к чему. Нужно быстро. Делай быстро. Медленно. Делай медленно. Точно. Рыба уже готова, поэтому мы ее вылавливаем. Мясо получилось очень нежным и гладким. Вылавливаем и сразу кладем в яйца. Если класть сырую рыбу, то после обжаривания она будет еще не готова. Понятно. Воду нужно обязательно стряхивать. Если это не сделать, то получится жижа. Повар Цюю. А можно вместо желтого горбыля использовать другую рыбу? Или, может быть, мясо вообще? Можно заменить другой рыбой, например, окунем. Если уж совсем ничего нет, то можно и белым амуром обойтись. Но если использовать креветки или устрицы, то ничего не получится. А я как раз хотела спросить про креветки. Потому что креветки под воздействием температуры станут хрустящими и будут не похожи на крабовое мясо. Понятно. Все это разные виды мяса. Да, так оно и есть. Нужно использовать мясо рыбы, потому что оно нежное. Да, рыба нужна белая и нежная, чтобы казалось, что ешь краба. Тогда, наверное, лучше всего использовать морскую рыбу, потому что они с крабами хотя бы с одной среды обитания. Так будет лучше. Понятно. Креветки не пойдут. Понятно. Начинаем готовить? Именно. Ладно, ставим сковороду на огонь, наливаем немного масла, нагреваем сковородку не сильно. Это уже запомнили. Иначе от жара масла все зашипит, яичная масса с одной стороны в омлет превратится, а с другой пригорит. Будет невкусно. Совсем на крабовое мясо, похоже, не будет. То есть готовим не как дома, на горячей сковороде и холодном масле? Да, не так. Это ведь не яичница. Выкладываем. То есть сковорода и масло должны быть теплыми? Да, это нужно помнить. У каждого продукта свое время приготовления и подходящая температура. В этом блюде нам нужны почти сырые яйца. Нежное на вкус. Верно, заметили? Нет, только начинает застывать, я сразу помешиваю. Застывшее снизу убираю наверх, а жидкое наоборот, загоняю вниз. Видели, да? Вот так и делаем. Такими аккуратными движениями. То есть мы постепенно... Да, едва оно застывает, сразу легонько переворачиваем. Как только масса немного затвердеет, сразу выключаем огонь. Еще немного держим в сковороде, чтобы на остаточном тепле схватилось. То, что еще не успела. Какая нежная яичница получилась. Да. Она в таком полужидком, полутвердом состоянии. Да, так пора выкладывать. Но? Вам кажется, что быстро? А вы ничего не забыли? Видите, какая масса получилась? Дрожит, как желе. В древности три описания красавиц говорили, смеется, словно цветущая ветка колышется. Вот оно сейчас так и пересется. Согласен с вами. Нельзя, чтобы получилась простая яичница. Выкладываем на тарелку. Это точно можно назвать рыба в яичном желе. Очень похоже на фруктовое желе. Оно должно быть очень нежное. Опять включаем огонь. Зачем? Нужно добавить куриного бульона. О, боже. В давние времена безденежья люди не могли себе позволить желтого горбыля с куриным бульоном. Можно и без бульона. Даже куриный бульон нечего было готовить. Куриный бульон можно заменить водой с куриной приправой. Понятно. То есть нужен суп. Верно. Добавим рисового вина и самое главное сейчас в том, чтобы добавить имбирного соуса. Это главное в сегодняшнем блюде. Имбирный соус. Да, потому что морепродукты всегда нужно готовить с имбирем. Без него нельзя. Потому что холодный продукт должен идти в паре с горячим. Имбирный соус делаем так. На две части воды берут одну часть имбиря. Затем все это размалываем миксером. Понятно. Сейчас вообще все просто. Идешь в супермаркет и покупаешь что чесночный соус, что имбирный. Купили бутылочку домой и пользуйтесь по надобности. Далее добавим немножко соли. Так. Для основного вкуса. Потому что в яйцах и рыбе уже есть соль, поэтому ее много не нужно. Затем добавим соевого соуса для цвета. Нужно добавить соевый соус. Чуток, чтобы придать серебристо-красный цвет. А уксус добавим? Он здесь нужен? Нужен. Добавим его в конце. Сейчас добавим крахмал, разведенный в воде. С ним тяжело управиться. Ничего сложного. От густоты зависит, сколько нужно добавлять крахмалам. Все правильно вы говорите. Сейчас он достаточно жидкий. Да, жидкий. Выливаем его по чуть-чуть. Это у нас кукурузный крахмал. Он менее клейкий, в отличие от других видов крахмала. Да. Выключаем огонь и добавляем. Уксус. Да, уксус. Его нужно побольше. Потому что ранее мы добавили имбирный соус. Чтобы его оттенить, добавляем уксус. Перед подачей на стол добавляем немного кунжутного масла. Главное не переборщить. Добавляем его для аромата. И разливаем получившийся соус на... Вот оно как. На рыбу с яйцом. Чтобы сохранить нежность рыбы и яиц, мы не стали их повторно обжаривать. А сразу вылили на них соус. Когда вы будете есть это блюдо, вы ощутите вкус имбиря и уксуса. И у вас будет ассоциация с мясом краба. Верно. Потому что краба в Китае едят с имбирем и уксусом. К тому же тут у нас белая рыба по цвету похожая на краба и жареное яйцо, напоминающее его икру. Все на месте. По вкусу это даже лучше, чем краб. Осталось только пойти попросить у соседей краба. Как же здорово получилось. Рыба со вкусом краба готовится так. Нарежьте филе желтого горбыля на кусочки. Добавьте рисовое вино, имбирный соус, соль, яичный белок, крахмал и перемешайте. Выложите кусочки рыбы в кипящую воду. Варите, пока рыба не побелеет. Затем выложите ее в подсоленную яичную смесь и хорошенько перемешайте. Включите огонь, налейте масло на сковороду. Вылейте смесь и медленно обжарьте до полуготовности. Выложите на тарелку. В другую сковороду налейте куриный бульон, добавьте рисовое вино, имбирный соус, соль, соевый соус, крахмал. Выключите огонь, добавьте уксус и кунжутное масло. И полейте рыбу с яйцами готовым соусом. В сегодняшнем блюде очень важным ингредиентом был имбирный соус. Только что повар Цюи в двух словах рассказал, как он готовится. Давайте теперь посмотрим более подробно. Хорошо. Сегодня мы научимся с вами готовить имбирный соус, который продается в китайских супермаркетах. Рецепт очень быстрый и удобный. Нам понадобится имбирь и чистая питьевая вода. Готовится он следующим образом. Очистите имбирь от кожуры и нарежьте его на кусочки. Положите его в миксер и из пропорции на 50 граммов имбиря 100 миллилитров воды приготовьте жидкое пюре, которое затем процедите через дуршлаг и готово. Его можно использовать во время жарки рыбы или других блюд, что очень удобно. Продолжение следует...